Но на самом деле Соловьева это все не останавливает, вся эта комедийность, в которой он постоянно пребывает. И вот он уже идет дальше, он выгоняет американцев из Европы, а на их место, на территорию американских баз, он уже хозяйским взором, с хозяйской рукой размещает российские войска. Россия тоже готова на договоренность? У меня предложение простого. У нас есть проблемы, что мы не можем им доверять. Поэтому для того, чтобы любые договоренности были осуществлены, у меня есть ряд очень простых ясных предложений. В декабре было четко сформулировано президентом нашей требованием по безопасности, поэтому НАТО возвращается со своей военной инфраструктурой к тем границам, которые были. Чтобы мы были уверены, что у них нет никакой возможности вернуться, я считаю, что все американские оккупационные войска должны быть выведены из Европы. А российские военные базы должны находиться глубоко от территории Российской Федерации. То есть, например, прекрасно можно занять часть военных баз, которые были подготовлены американцами в Западной Европе. В Рамштайн может находиться наша база. Наши неплохо стояли в Париже. Мы вполне можем так разместиться там на ряде баз в Италии. Тогда мы будем уверены, что Европа никогда не позволит себе следующая попытка государственного переворота. При этом мы не претендуем на их государственность. Но базы не помешают. Базы, во-первых... В Берлине хорошо мы смотрелись. В Лиссабоне еще. Обязательно. Но это к Луганску. Потому что мы же помним эту традицию, что Лиссабон к Луганску. И тогда сразу никаких вопросов не возникает. Тогда мы уверены, что Европа будет вести себя крайне прилично. И никакой угрозы нашему государству больше не будет исходить с территории Европы. А базы зачем? Ну как? Ну чтобы создать рабочие места в городках поблизости. Маленьких. Ну да, решите. Берлинчик, Парижик. Заодно поможем экономике Европы. Осталось... Ну да, осталось только проснуться. Тут прервалось очень вовремя. Осталось просто проснуться. Ущипните кто-нибудь, чтобы они проснулись. Берлинчик, Парижик. Ну, шутят, наверное, так я понимаю. Значит, это конкурент Петросяну, видимо, Соловьев. Или конкурент обитателей палаты номер 6. Но в целом другая Россия требует совершенно другого иконостаса. Она требует, в частности, и других святых. И вот эти святые прямо сейчас уже готовы к канонизации. При жизни эти новые святые, правда, больше были похожи на чертей. Но это же совершенно другая Россия. Что вы предлагаете канонизировать Захарченко, Гиви, Татарова и прочих героев? Да, они святые воины, я так считаю. Но они же как бы у него церковленные люди были, как-то с точки зрения. Ну, как право церковь Захарченко, мы с Захарченко обсуждали построение часовни, которые у него не построены на самом могиле. Он помогал храму. Он был человек, может, не уцерковленный в таком каноническом понимании. Но он был православный христианин. Моторол, он себя считал православным. Гиви то же самое. Там кого не возьми. Вера не только через ритуалы, вера в отношении к людям. Они были бессеребренники. Они бились за справедливость. Я их знал лично. Я свидетельствую, что они достойны этого. Они могут местно чтимые быть. А если дальше, как к каноническому ряду, если чудеса начинаются, то уже там возводится в ранг всероссийских, как семейных святых. Действительно, пришло время канонизировать убийцы. Новые святые – это не только Гиви, Моторола. Это, так сказать, вот эти вот убийцы, садисты, которых Путин помиловал. И потом они были награждены медалями, вернулись в орденах и медалях на родину. Продолжают убивать, насиловать. Значит, помимо этого, это еще и герои сегодняшних дней. Это Вован с Лексусом. Это потрясающая компания, которая недавно в полном составе оказалась на голубом огоньке. Это, значит, эти самые алкоголики из сибирского городка. Значит, Иришка Чики-Пики, Монгол и Паша Безумный. Которые, значит, ну, просто обычные алкоголики, которые нигде не работают. Ну, которые догадались просто снимать свой быт. Вот они втроем там живут, значит, дерутся. Не могут никак поделить водку. Они вот этот вот свой быт стали просто записывать. Ну, такой своеобразный аналог, значит, Дома-2 или, там, я не знаю, за стеклом. То есть, короче говоря, вот такая вот программа из жизни алкоголиков, паразитов, которые никогда в жизни не работали. Вот, и сейчас они на голубом огоньке. Там нет на сегодняшний момент приличных людей, там нет хороших певцов, там нет ученых, нет, как раньше были, там хотя бы космонавты какие-то, там еще кто-то. А сейчас вот такие вот Паша Безумный, Чики-Пики и Монгол. Ну, и, значит, вот в качестве святых Геви и Моторола. Надо сказать, что помимо этого появляются, вот действительно возникает некоторая однородность тех лиц, которые составляют лики сегодняшней России. И вот одно из этих новых, ну, не новых, вернее, старых лиц, но лиц, который становится, ну, просто официальным лицом сегодняшней России, рядом с, значит, там с той же самой Иришкой Чики-Пики. Это шансонье Александр Новиков, который уникальным образом совершенно соединяет, сочетает уголовщину. Это человек, который несколько раз был судим, в том числе на протяжении ряда лет. Он был судим за драку, судим за, значит, жульничество, последний раз, последний раз в нулевые годы был судим. И вот этот, ну, очевидный совершенно уголовник, он сочетает уголовщину с невероятным усердием по вылизыванию начальственного зада. Ну, в качестве новогоднего подарка у меня нет такой возможности подарить лично или через кого-то. Я могу только пожелать им получить каждому какой-то подарок. Путину я бы пожелал благословения и при многих сил за спиной всех святых в земле российской просиявших. Наверное, сам себе вот он сказал эту фразу и потом подумал, хорошо сказал. Вот эти вот все физиономии, они как-то все похожи. Вот Тон, Гурулев, там, и другие. И они, это новая нормальность, это новая норма. Вот эти вот алкоголики, значит, убийцы, значит, абсолютно бездарные, никчемные люди, которые возникают как герои. И это новая нормальность. И я думаю, что перечень вот этих новых лиц путинской России сегодняшней был бы неполон, если бы мы не включили в него еще одних героев. ГБшных пранкеров Лексуса и Вована. На самом деле мы работаем с подобными персонажами уже, наверное, на протяжении 10 лет. Так что у нас очень большой опыт с всякими аферистами, жуликами или просто мировыми политиками, как говорится. И как-то уже привыкли к такой откровенной русофобии, к ненависти не только к стране, но и к ее гражданам. К сожалению, если мы берем какие-то западные истории, там очень много беспросветных тупостей среди политиков, которые влияют на, в том числе, как раз геополитику. Так что, в принципе, для нас уже ничего такого, как это не печально, может быть, звучит, ничего необычного нет. То есть вас удивить уже очень-очень сложно. Да, мы уже не разочаровываемся в людях, потому что, наверное, не возносим их на такие высоты. Самое, конечно, прекрасное, это когда прожженные негодяи-провокаторы, которые сделали своей специальностью провокацию подлость и обман, говорят о том, что они не разочаровываются в людях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!